В одном большом дружном танце сошлись чуть ли не все народы края. Плечом к плечу стоят адыги, татары, дагестанцы, греки и армяне. Уже много лет они не просто отмечают праздники, живут вместе. Кумыки и лесгины, и чеченцы, и башкиры, и украинцы. Мы все дружим, и таджики есть. Мы очень все дружны, все общаемся. Россия имеет, конечно, особенность, потому что она большая, и она впитывает в себя все то, что ее окружает. И мне кажется, Россия тем и сильна, что она может объединять, ибо она соприкасается со всеми культурами, со всеми национальностями. Краснодарский край по количеству национальностей и конфессий – идеальная модель в общем всей России. Мирно соседствует на территории Кубани 124 абсолютно различных народностей. Помимо славянской группы самая большая армянская диаспора. Далее адыги, греки, цыгане, осетины, евреи, азербайджанцы, абхазы. И это даже еще не половина всего списка. Сегодня представителя национальных культурных обществ за одним столом собрал Вениамин Кондратьев, чтобы обсудить, как сохранить этот межнациональный мир и в будущем. В таких непростых внешнеполитических условиях провокации со стороны Запада вполне ожидаемы. А значит, в обществе необходимо создать непримиримое отношение к любым проявлениям национальной нетерпимости. Есть нация, есть ее отдельные представители, не лучшие. Поэтому не нужно из одного представителя того или иного народа делать выводы о всем народе. Мы должны давать себе отчет, что мы делаем даже словом. Что в конечном итоге. Достигнем мы вот той консолидации высокой степени дружбы наших народов, как мы говорим, внутри. Или наоборот. Это приведет к деструктивным моментам. Вот давайте думать даже не на шаг, не на два, а на три шага вперед. Мы не можем предать память наших предков. Никто не может. Никакой народ. Но мы также не можем предать свое отечество. Чем бы ни прикрываясь. Вот это всегда помните. Отечество, оно у нас одно. И у наших детей, внуков последующих поколений, даже у тех, которые еще не родились, оно всегда будет одним. Патриотизм и уважение друг к другу важно начинать прививать еще с ранних лет. В этом сошлись все участники встречи. Ведь, например, если в центральной части России конфликты чаще носят территориальный характер, то есть перестают дружить с улицами или микрорайонами, то бытовые ссоры в нашем крае переходят в межнациональные. У нас очень часто это принимает форму конфликта с национальной окраской, когда ребята на дискотеке поссорились из-за девушки, из-за косо брошенного взгляда. Но участниками конфликта оказались представители разных национальностей. Это сразу же начинает агрессивно интерпретироваться и подаваться в информационном пространстве, в первую очередь в интернете, ну вот как пример такого конфликта. Такие разные народы с такими разными традициями и культурами. Но у всех одна общая история страны, в которой живут. Одни на всех праздники трагические даты. Но тем не менее памятные и важные дни есть в отдельности у каждой нации. Прошла Кавказская война, воевали все. И русские, и казаки, и поляки, и все заинтересованные, и не заинтересованные. Все воевали. Да, были последствия, да, есть трагедия. История, она прошла. Давайте жить дальше. Давайте этой молодежи, давайте хорошее образование, хорошее направление в жизни, чтобы он был носителем своей культуры, а не все время вспоминал, там моих предков когда-то что-то сделали. И в этом плане именно адыгские общественные организации мы выступаем уже не первый год за то, чтобы День памяти жертв Кавказской войны был единым днем памяти жертв Кавказской войны. Имеет право сегодня, конечно, любой народ, чтобы помянуть предков, допустим, погибших в той или иной трагической ситуации. И если возьмем, к примеру, и черкесского народа, и русского народа, то вы вместе возьмите и поплачьте на той или иной трагической дате. Вместе. И скажите, да, это наша общая история сегодня, да, это наше общее отечество. Краснодарский край как постоянное место жительства ежегодно выбирает около 120 тысяч человек. Это люди совершенно разных народов. А значит, они должны жить по установленным в регионе правилам межнационального согласия. Вениамин Кондратьев предлагает разработать стратегию национальной политики. Что касается стратегии национальной политики, я хотел бы, чтобы этот документ рождался не в кабинетах чиновников, а вот все вместе, в диаспорах, в центрах национальных культур. Он прошел обсуждение. И мы должны его сделать, на самом деле, живым, действенным уставом, жизнеспособным. И кто бы к нам не приехал, какой национальности, все должны понимать, что они должны жить по этому уставу, по этой стратегии. Еще раз подчеркиваю, мы все вместе отвечаем за эту стабильность межнациональную. Стратегию национальной политики региона разработают до конца года. Но выполнять все ее пункты, а прежде всего проявление толерантности, необходимо не только на уровне руководства и председателя национальных центров. Терпимость и уважение к другим нациям должно быть неотъемлемой частью культурных ценностей всего общества, как это было всегда на Кубани. Мария Крошина, Ирина Касабова, Денис Пирец и Алексей Комаров, Кубань, 24, Краснодар.